Говорит и показывает Минск И начнем с самого важного вопроса Вот скажите, очередь на жилье от нуждающихся Какова она на сегодняшний день И кто туда имеет право и возможность попасть? Благодарю вас за приглашение Этот год символичен для управления жилищной политикой В августе месяце Исполнится 50 лет с момента образования Управления жилищной политикой Которая уже вот такой долгий срок На страже жилищных интересов граждан И жилье это всегда важно Конечно, пожалуй, что это самый главный вопрос Для минчан Потому что очередь в Минске Она самая большая в Республике Беларусь Но потихонечку объемы ее снижаются В частности, на сегодняшний день У нас эта очередь составляет 179 тысяч семей И за 10 лет она уменьшилась Немного, немало на 100 тысяч семей Конечно, все эти люди Улучшили свои жилищные условия В составе очереди у нас основная Когорта это многодетные семьи Чуть более 5 тысяч В принципе, рост очереди небольшой Поскольку в Минске развернуто широкомасштабное Жилищное строительство Строительство аренного жилья Осваивается город-спутник Смолевичи То есть все гармонично Очередь уменьшается Количество счастливых обладателей Нового жилья растет Вот к этому вопросу Вот вы сказали, что в Минске возводится жилье Много, вот сколько действительно домов возводится в столице Какое количество квартир из этого общего объема Попадает, ну что ли, льготникам То есть как пересматривается Как движется, за счет чего эта очередь Городу Минску, как и всем регионам Правительствам ежегодно доведется задание По строительству жилья В Минске такое задание на прошлый год Составляло 880 тысяч квадратных метров В том числе для граждан, нуждающихся Улучшение женщинных условий То есть для городской очереди Эта цифра была доведена в размере 140 тысяч Город задание выполнил и перевыполнил Всего было построено 891 тысяча жилья А для нуждающихся вдвое больше доведенного задания 274 с половиной тысячи Учитывая, что количество льготников В составе общей очереди Которые имеют право на льготный кредит Она небольшая Это 13 процентов То есть и льготники и остальные лица общей категории Получили достаточно много возможностей Для улучшения своих жилищных условий Что касается очереди Из состава очереди уходят люди В результате ежегодной сверки Которая проводится всеми администрациями района С февраля по май Что является основанием для снятия учета В первую очередь это улучшение жилищных условий Конечно В остальном случае это более мелкие причины Как выезд в другой населенный пункт Или если обеспеченность жильем В результате выбытия членов семьи Стало больше, чем минимум необходимый Для постановки на учет В частности за прошлый год Было снято с учета 11,5 тысяч семей В городе Минске Которые улучшили жилищные условия Недавно в Мингородсполкоме проходило важное такое совещание Где ставился вопрос улучшения жилищных условий Для нуждающихся многодетных семей И вы даже в телеграм-канале Минск Ньюс Бай Давали небольшой комментарий Но все равно к этому вопросу хочется вернуться Вот какое решение принято И сколько таких семей Которые нуждаются в улучшении многодетных Ну безусловно Приоритет многодетных семей был И остается заботой государства И местных исполнительных органов власти В городе Минске, как я уже говорила Немногим более 5 тысяч семей И приоритет для улучшения жилищных условий Перед остальными категориями Установлен законодательством Также на прошлый год нам было доведено задание Улучшить жилищные условия 1226 многодетных семей Мы это задание перевыполнили На 104,2% Получили возможность улучшить жилищные условия 1277 семей Как же это происходило? Это было не только долевое строительство Жилья в городе Минске Такие семьи направлялись На строительство жилья С господдержкой Город-спутник Смолевичи И малые города Кто изъявлял такое желание Им продавалось готовое Жилье в новостройках Малоимущие категории И числа многодетных семей Получали бесплатное жилье Социального пользования Вот Минский курьер пишет Что Мингород-сполком Как вы сказали Направляет на строительство Тысячи даже больше семей Вы даже рассказали Что им предлагается Но есть один момент Я знаю Что некоторые отказываются Вот в связи с чем Почему людям предлагается вариант Они отказываются Дорого География Еще что-то Вы знаете Может быть Я крамольные Скажу слова Но наверное Эти отказы Все-таки От многообразия Вариантов Которые государство А в частности Мингород-сполком Предлагает Для улучшения Жилищных условий Да В год У нас порядка 1600 отказов Многодетных семей В первую очередь Ну это наверное Порядка 45% Это лица У которых уже имеется В собственности жилье И буквально не хватает Там 5-10 метров До норматива обеспеченности После рождения Третьего Или последующего Детей Поскольку В соответствии С законодательством Из размера господдержки Вычитается Размер имеющейся Собственности То есть то что Остается Недостаточно Для самостоятельного Строительства А очень часто У таких семей Множество Потребительских кредитов На различные цели Поэтому Просто отсутствует Возможность На выплату Разницы Непокрываемой Государственной поддержкой Ну где-то 20% Не устраивает Район застройки Ну то есть Не хотят ехать В город Спутник Например Не только в город Спутник Нет У нас в частности Многодетные Шабаны не хотят Сокол Отказываются Строительством На самом деле Ну Может это плохое слово Разбалован Наверное да Потому что у нас Новостройки практически В каждом микрорайоне В каждом микрорайоне города Да Люди выбирают Выбирают Что им больше нравится Выбирают Удобство Инфраструктуры Наличие детских садов Школ И так далее Вы так шокировали цифры Больше 1600 семей Отказались Ну Видимо Жилищные условия Не настолько плохие Раз они могут ожидать Как правило Это те У которых уже есть Собственное жилье Хочу сказать Что ежегодно Очередь многодетных семей Прирастает Где-то 1000 1300 семей У кого нет Никакого жилья Кто живет В общежитиях Или в аренном жилье С удовольствием Откликается На те варианты Которые мы предлагаем Жилье доступное Жилье всегда С государственной поддержкой Ну В частности Отказы Пугали Многодетных семей Которые не хотели Строить машины Места У нас существует Законодательство Которое обязывает Возводить жилые дома Обеспеченные Определенным количеством Машин и мест Потому что Действительно Город растет Все хотят удобства А стоянок Мало Но на сегодняшний день Будет корректироваться Законодательство И грузполкома Предоставят право Самостоятельно Определять Необходимую потребность Для того или иного Возводилого дома И микрорайона Поэтому я думаю В том числе Эта проблема Будет решена И еще большее количество Многодетных семей Откликнутся На предлагаемые варианты И количество отказов Снизится Вот отдельная тема Семейный капитал Очень интересная С недавнего времени Разрешили якобы Его использовать Для реструктуризации Для покупки Досрочно использовать В связи с чем Кому дается право И пользуется ли этим правом Досрочного использования Семейного капитала Для жилья На самом деле Я считаю Что это беспрецедентная Поддержка Ну все мы знаем Что размер капитала Эквивалентен Десяти тысячам Долларам В США Он составлял В прошлом году 25 тысяч 995 рублей С этого года При рождении детей Он увеличивается Почти на 4 тысячи рублей То есть даже Если говорить о курсе Это уже больше Десяти тысяч долларов Материнский капитал Досрочно То есть до достижения Ребенком старше 18 лет Может быть использован На строительство жилья На реконструкцию Имеющегося Жилого помещения Или частного дома На приобретение Жилого помещения Либо на погашение Уже имеющихся кредитов Взятых на жилье Спрос огромный В прошлом году Было принято 1441 решение О досрочном использовании Материнского капитала Вот из них На жилищное строительство 1247 Ну большие средства Были использованы Почти 38 миллионов рублей То есть это обращаются люди С просьбой Разрешить Таким образом Потратить Активно обращаются Вот как раз О том О чем я говорила ранее На часть Непокрываемой Государственной поддержкой Люди могут взять Материнский капитал И тем самым Построить то Что они хотят Спрос большой Друзья Я напомню Это эфир программы Говорит и показывает Минск Эфир радио Минск Ведущий Дмитрий Портон И у нас в студии Начальник управления Жилищной политики Мингрысполкома Елена Лукашевич И соответственно Сегодня говорим О важнейшем для нас Столичных жителей Вопросе жилья Отдельное направление Арендное жилье О нем много тоже говорил И скажите Сколько его будет Сколько построено Сколько будет строиться В Минске Вот какова динамика Ну арендное жилье Я бы сказала сейчас Во главе строительства Это одна из форм Улучшения жилищных условий Ну плюс это еще Одна из форм Обеспечения проживания Граждан В связи с характером Трудовых отношений Поскольку значительное Количество жилья Мы выделяем По этому принципу Всего в прошлом году Было предоставлено Гражданам 458 жилых помещений Арендных Был построен Арендный дом В Аврунзенском районе На 130 квартир Хочу сказать Что арендное жилье Имеет большой спрос И конечно Его предложения Меньше Чем спрос Квартиры Государственные Строятся за счет Государства За счет средств Государства И от средств Поступающих От найма Этого жилья Если частник В любой момент Может вам отказать В найме частной квартиры Без объяснения причины Вы будете искать Лихорадочно Куда ждеться С детьми То определенные гарантии Государственного Арендного жилья Стабильные Договор заключается На срок до 5 лет И при отсутствии Каких-либо Негативных Поступков Со стороны Нинимателя А именно Отсутствие Задолженности По платежам Он Пролонгируется Продлевается И так в течение Всей жизни И может перезаключаться И с супругами И с детьми И с внуками То есть человек Защищен Ну и неожиданных Я так понимаю Подъемов ставки Не может быть С завтрашнего дня Хозяин захотел Нет Формула Расчета арендной платы Зависит от базовой величины Которая устанавливается Правительством И как правило Она стабильная И разница совершенно небольшая Я знаю Что вас просто замучили Этим вопросом Но все-таки Кто имеет право На арендное жилье Ну хотя бы в двух словах Арендное жилье Распределяется Следующим образом Если брать Сю возводиба И освобождающееся жилье 60% Направляется На общую очередь Это те люди Которые стоят Ожидают Улучшение жилищных условий 30% Мы выделяем Для обеспечения Первоочередных категорий Это люди в погонах Судьи Прокурорские работники Соловики А также лица Которые нуждаются В таком жилье В связи с характером Трудовых отношений Которые переезжают Из другой местности Либо распределены В город Минск После окончания Учебного заведения Это молодые специалисты Это лица Приглашенные С большим опытом Если нет Равноценной замены В данном населенном пункте Это медицинские работники Государственных учреждений У которых контракт заключен На срок не менее 5 лет Это педагогические работники Это тренеры спортивных школ На самом деле Перечень установлен Статья 111 С Женщином кодекса Республики Беларусь И наши слушатели Могут познакомиться Если они там Но даже перечень Говорит о том Что желающих много будет Да, конечно Вот смотрите Интересная новость Минск новости Сообщила Что сдан социальный дом По улице Шаранговича Кто туда вообще попадает Что это за социальный дом И чем он отличается От арендного дома Да У государства Прописано в конституции Обязательство Защищать Социально уязвимые Слои населения То есть тех Которые не могут Позволить себе Строительство собственного жилья Даже с господдержкой Либо не в состоянии Оплачивать арендную плату Лиц нуждающихся В социальном жилье В городе Минске Состоит на учете Порядка 1600 человек Из них более 900 Это лица Из числа детей и сирот Вот таким людям С низким доходом Не имеющим Никакой собственности И предоставляется Государственное жилье Оно строится За счет средств бюджета Точно так же Доводятся ежегодно Задания по его строительству Но кроме того Мингородсполком Изыскивает дополнительные средства Для увеличения объемов Такого строительства Такого жилья Дом который был Возведен на Шаранговича Основное количество Полученных Это конечно Лица из числа сирот У которых законодательством Приоритет Перед всеми остальными Категориями Ну все мы понимаем Таких лиц У которых нет никого И ничего Отсутствует какая-либо На помощь Поэтому конечно В первую очередь Это такая социальная задача Страна Безусловно В первую очередь Снизить социальную нагрузку Напряженность Вот в этом аспекте Кроме того Имеет право на социальное жилье Семьи воспитывающих детей Инвалидов Инвалиды с детства Лица страдающие Определенными заболеваниями И так далее Елена Леонидовна Мы с вами более года назад В этой студии Вот тоже встречались И вы рассказывали Что появилась такая Интересная инициатива Строить арендное жилье Непосредственно предприятием Города Минска Тогда вы говорили Только Как об идее Реализовать ли получилось Это Есть ли примеры Когда предприятия Для своих нуждающихся сотрудников Строят квартиры Конечно Реализовать получилось Более того Эта позиция Креплена Принятым указом Главы государства Где прописываются Основные особенности И права организации В этой части А именно Предприятие Любой формы собственности Которое строит За собственное Ну или привлеченное Средство Заемные кредиты Тоже возможны Арендное жилье Распоряжается им По своему усмотрению Может устанавливать Определенные льготы Преференции А именно Установить первоочередное Право Каким-нибудь Высокопрепленным Классным специалистам Или лицам Переведенным Из другой местности Или многодетным Семьям Это право предприятия Да Первая ласточка Оказалась удачной На сегодняшний день У нас существует Два арендная дома Которые строят Наше предприятие Это по улицам Купревича И Шаранговича 113 квартир У нас строят Предприятие города Сможете таких Передовых предприятий Нам озвучить Да Это крупное предприятие Это Минский тракторный завод Завод Вавилова Интеграл Наше коммунальное предприятие Мингаз Минкоммунтеплосеть Ну, также приняли участие У нас Минюст И ГУВД Мингородсполкома В принципе Важно только наличие Собственных средств Мы откликаемся На любые заявки Это очень хорошо Когда У юридического лица Есть масса возможностей Привлечь Трудовые ресурсы Нужные и важные Ну и в то же время Это арендное жилье Которое Ну, все-таки Остается на балансе предприятия Но не дарится как бы сотруднику Правильно, как это Ну, и еще особый нюанс При заключении договора аренды На период трудовых отношений Применяется понижающий коэффициент 0,2 К общей ставке арендной платы Поэтому арендная плата В таких случаях невелика Вот в начале 22-го года Портал Минск Ньюсбай Пишет, что на территории Где планируется большой снос Это кварталы Улица Орловская Щедрина Филимонова Столетова Прилугская Проспект Жукова Грушевская Проспект Держинского В общем, такое перечисление Будут строить многоэтажки Именно для отселения людей Которые проживали в этих местах В частном секторе Вот как тоже реализовывается эта идея Получила ли она какую-то динамику Где строят для тех, кого отселяют Ну, наверное, это вынужденный шаг Ну, в общем-то, это шаг хорош Для людей Которые сносятся с насеженного места Потому что с учетом программы Жилищного строительства Для города Минска В основном для категории Нуждающейся в улучшении Жилищных условий Мы не получаем того объема жилья Усредненного показателя сноса Государственные застройщики Строящие такое жилье Его не передают Поэтому источник формирования Вот такого фонда Он все меньше и меньше Поэтому, чтобы иметь возможность Возводить новые кварталы И не ущемлять прав граждан Которые, ну, в большинстве Своем, согласитесь Хотят остаться на том же месте Где и жили Конечно, да, конечно Минградсполком было принято решение Возводить, в первую очередь Когда осваивается квартал Возводить жилые дома На том месте, где предполагается снос Ну, а площадок без сноса В городе Минске уже нет, к сожалению Те дома, которые вы перечислили Кроме того, планируется такое строительство Большое, это в микрорайоне Лошица Ленинский район Это советский район Логойский трак Волгоградская Это Октябрьский район Улица Серова Там будет большое строительство Московский розыск В Симбурге Партизанский Это водно-слепянская система Столетова-Филимонова То есть в этих домах новых Будут жить те, кто попал под снос На этих территориях Да, в первую очередь будут возводиться дома Для сноса И в последующем далее очищаться площадки И люди переселяются уже в новые дома Ну что ж, бесплатных квартир не бывает Поэтому вот сейчас, по крайней мере Кто может сегодня рассчитывать на получение субсидий Вот для строительства жилья Продолжают ли их выдавать В каком качестве, в каком виде вообще Что человек может получить от государства Вот с целью улучшить свои жилищные условия Ну, как я уже говорила До этого у нас порядка 13% Городской очереди Имеют право на государственную поддержку Получить их могут категории Которые отнесены к лицам Имеющим право на данные виды поддержки На сегодняшний день у нас такая поддержка Оказывается по 13-му И 240-му указу главы государства Это то, о чем вы говорили Либо льготные кредиты Либо субсидии на погашение Основного долга и процентов по кредиту Средства используются значительные Ну, в частности, городу Минску По 240-му указу Было выделено 126,5 миллионов рублей И они переосвоены даже Перебраны По льготному кредиту Выделено 36,5 миллионов рублей Они также освоены более чем на 100% Основные потребители Государственной поддержки Это, конечно, многодетные семьи Семьи с детьми инвалидами Инвалиды с детства Военнослужащие Чеки жилье тоже Вот могут ли сейчас их использовать Вот в качестве погашения каких-то Очень хороший вопрос Зачастую граждане ищут дополнительную возможность Финансирования Обращаются за какой-то материальной помощью При этом забывая о том Что у них могут быть дома Или у их близких родственников Ценные бумаги Чеки жилье На сегодняшний день Гражданин, состоящий на учете Имеет право проиндексировать Имеющиеся Либо подаренные близкими родственниками Чеки жилье На такое строительство Один чек Равен эквиваленте 33 рубля 310 Тысячных копеек Вот умножите чек И вы получите сумму На самом деле Получается весьма значительная поддержка Ценная бумага лежит и лежит А тут живые деньги То есть она действует Сам факт, что она живая Конечно, конечно Чеки не отменялись Они продолжают И финансирование этой процедуры Позводится из средств местного бюджета Вот город Минск за прошлый год Затратил на эти цели почти 8 миллионов рублей От темы отдельной программы Но тем не менее Это строительство в городах спутников Вот в ходе разговора Вы не раз об этом вспоминали Вот тоже расскажите Что в этом году Точнее уже в прошлом году Удалось построить Где подтягивается ли инфраструктура К жилью И какие планы на этот год Где будете что осваивать Города спутники Это глоток свежего воздуха Для города Минска Как говорит глава государства И правильно Город Минск не резиновый Единственный выход Не перенаселять город Минск Это развитие городов спутников Их 6 Ну основной из них Смолевичи Которые уже у нас начато развитие Всего на сегодняшний день Построено 6 жилых домов Из них 4 жилых дома Сданы в прошлом году На 23-24 года Запланировано строительство Еще 5 жилых домов В Смолевичах В Смолевичах Да Я пока говорю о Смолевичах С 25-го года Начнется развитие Рудинска На самом деле Спрос очень большой Почему Специальным указом Главы государства Установлены определенные Преференции для минчан При строительстве жилья В Смолевичах Если в городе Минске Минчанин Стоящий на учете И не имеющий права На льготный кредит Ну Так и стоит в очереди Ожидая либо арендного Жилья Либо какой-то иной Возможности То в Смолевичах При строительстве За весьма адекватную цену Она у нас была Порядка 1600-1800 рублей За квадратный метр Он рассчитывает На государственную поддержку В Смолевичах Каждый минчанин Относящийся к категории Малообеспеченных Получает льготный кредит Или субсидию На строительство жилья Поэтому программа востребована Спрос большой Где-то на одну квартиру У нас 6-8 заявлений Поэтому минчане откликаются И недавнее наше Вот обследование Качество этих строек Показало Что людям нравится Прекрасно Северо-западной части Смолевич Прекрасный микрорайон Рядом лес Озеро Новая перспектива строительства Все дома там закрыты От машин Все парковки находятся За пределами жилых домов Прекрасно развивается инфраструктура Город Финансирует безусловно То есть Минская область Я слышал даже намечается Какое-то совместное строительство И Минская область И города Минска Уже возведенная школа Самый суперсовременный детский сад Которого пожалуй Такого нет и в городе Минске И это строительство Объектов инфраструктуры Будет продолжаться и далее Уже вместе С Минским обл.сполком Вот кстати Последний вопрос Моей программы Был как раз Вот об этих Отличительных особенностях В интервью вы сказали Я прочел Что приток очередников Города-спутники Способствует Что они смогут Там люди Получить государственную поддержку Которую в Минске Не получают То есть вот вы об этом И говорили Да Практически Большая половина Стоимости квадратного метра На сегодняшний день Господдержка Оказывается Из расчета 940 рублей За квадратный метр Вот если я говорила О стоимости 1800 Ну практически половину Гасит государство Елена Лена Спасибо Вы так быстро В общем качественно И интересно Рассказали о всех Жилищных решениях Точнее жилищных проблем И всегда рады Видеть вас у нас в эфире Может еще что-то Добавите к этой информации Спасибо огромное За приглашение Рада донести До заинтересованных Слушателей Нашу информацию И хотелось бы добавить Что очень подробная Информация Размещена на сайте Мингрузполкома В разделе Жилищная политика Я приглашаю всех Ознакомиться С подробной информацией Кроме того Раз в две недели Все специалисты управления У нас отвечают На ваши вопросы И освещают Самые востребованные рубрики В газете Вечерний Минск У нас есть Постоянно действующая рубрика Называется она Жилищный вектор Так что милости прошу Читайте в газетах Слушайте Смотрите Радио Минск Минск Ньюс Бай Наш ютуб канал И читайте Газету Вечерний Минск Она кстати Выходит более Стотысячным Чем тиражом И очень популярна Тогда ваш Жилищный вопрос Решится максимально Друзья Напомню Это был эфир Радио Минск Программа Говорит и показывает Минск Ведущий Дмитрий Портон И в гостях нашей студии Была начальник управления Жилищной политики Мингородсполкома Елена Леонидовна Лукашевич Соответственно Говорили о самом важном Жилищном вопросе В следующую пятницу На вопросы Читатели портала Минск Ньюс Бай Которые поступили В раздел Задайте вопрос Столичным властям Будет отвечать Глава администрации Партизанского района Столицы Валерий Вороницкий Так что смотрите наши эфиры И слушайте радио Минск Спасибо До свидания Всего вам самого доброго До свидания Говорит и показывает Минск Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...